Корона, локдаун, фигачат стартапы, ну а нас по старинке решают кейкапы. Вы слышите слова хип-хип-классика, ну а с вами Вова, всем здорово! Вы на канале CustomMade, и сегодня мы будем разбираться во всех тонкостях и особенностях кейкапов, а также посмотрим, какие кейкапы ставят на обычные серийные клавиатуры. Казалось бы, кейкапы, они и в Африке кейкапы, но именно они являются лицом любой клавиатуры. И зачастую, помимо внешнего облика, именно они очень сильно влияют на тайпинг и ощущение от работы за клавиатурой. Сразу хочу сказать, что многие фичи кейкапов носят крайне субъективный характер, поэтому сказать однозначно, что зайдет именно вам, а что нет, очень затруднительно, потому что тут все дело привычки. Но чтобы понять, что может зайти вам, совет очень простой, просто больше пробуйте. Начнем с материалов. Обычно кейкапы делаются из АБС, ПБТ и помпластика. АБС и ПБТ являются самыми популярными материалами, поэтому они распространены повсеместно. А вот кейкапы из помпластика встречаются довольно редко, и обычно они выпускаются в виде отдельных наборов кейкапов, а на серийные клавиатуры такие кейкапы и вовсе не ставят. Еще бывают кейкапы из дерева, а также встречаются уникальные кейкапы, именуемые артизанами. Чаще всего они либо вручную изготавливаются из смолы, либо вытачиваются из алюминия на ЧПУ станке. Но каждый такой кейкап может запросто стоить и 50, и 100 долларов, поэтому в этом видео мы их тоже не рассматриваем. А вот АБС и ПБТ распространены повсеместно, и в 99% случаев на вашей клавиатуре стоят кейкапы именно из таких пластиков. В большинстве серийных клавиатур используется АБС, поскольку он доступен вообще где угодно, а его главными достойностями является широкая цветовая палитра, а также возможность сделать эти кейкапы прозрачными. У ПБТ-пластика более скромная цветовая палитра и не такие яркие и насыщенные цвета в сравнении с АБС-пластиком, потому что их просто невозможно получить из данного типа материала. Да и ПБТ-пластик не может быть прозрачным. К тому же ПБТ-пластик сложнее в отливке, в охлаждении, поэтому он куда реже встречается на серийных клавиатурах из-за более дорогостоящего производства. Однако АБС-пластик быстрее затирается от пальцев, поэтому за полгода активного использования на нем могут появиться глянцевые плеши, тогда как ПБТ-пластик куда более устойчив к истиранию, и чаще всего спустя даже год активного использования на нем практически не остается следов. Далее профили кейкапов. Профили кейкапов — это то, как именно расположены ряды клавиш относительно друг друга. Профили делятся на скульптурированные и не скульптурированные, и у каждого из них есть свои достоинства. Например, скульптурированные профили чаще всего имеют ряды R1, R2, R3, R4, а также некоторые другие вариации, что означает, что каждый из этих рядов имеет свою форму, высоту и угол наклона. Один из ярчайших примеров этого профиля — кейкапы в черри профиле, которые за счет оптимально подобранных параметров буквально-таки подстраиваются под пальцы при наборе текста и печатать на них сплошное удовольствие. Не скульптурированные профили имеют абсолютно одинаковую форму, высоту и угол наклона клавиш, поэтому их можно назвать куда более универсальными кейкапами, которые куда лучше подходят под нестандартные раскладки типа 65%, 75%, а также ортолинейные и другие вариации подобных клавиатур. И главное достоинство в том, что они одинаково хорошо встанут и на верхние, и на нижние ряды, тогда как в скульптурированных профилях верхние высокие клавиши совершенно бы не подошли для нижних рядов с абсолютно другими углами наклона. Но из-за отсутствия различий между рядами, углами наклона и прочими нюансами, многим приходится привыкать как к форме, так и к положению клавиш, и зачастую печатать на нескульптурированных кейкапах гораздо менее комфортно, чем на кейкапах в скульптурированном профиле. Впрочем, все это привыкаемо. Нынче в природе существует несколько десятков, а то и с полсотни профилей, и их количество растет с каждым днем, поскольку китайцы не сидят на месте, и даже я за все время перепробовал более полутора десятка различных профилей. Среди них Cherry, OEM, SA, DSA, XDA, NP, MT3, DSS, MDA, CAD, DCS, в общем, тысячи их. И после такого опыта я бы посоветовал присматриваться к популярным профилям типа Cherry, OEM, SA и XDA, поскольку именно в них можно встретить кейсеты на любой цвет, вкус, размер и кошелек. Здесь же стоит отметить, что в 99% серийных клавиатур используется OEM-профиль, и куда реже другие профили, в том числе и Cherry. Поэтому при выборе кейкапов я бы смотрел именно на эти два профиля, ведь они самые популярные на рынке. Разница между Cherry и OEM в том, что кейкапы Cherry профиля очень низкие по высоте, за счет чего все переключатели ощущаются чуть ли не подушечками пальцев, что помогает чувствовать контроль при нажатии каждой клавиши. И особенно это хорошо заметно в линейных переключателях, в отличие от какого-нибудь высоченного SA профиля. Ну а OEM это средний по высоте профиль, который по углам наклона и прочим нюансам почти что копирует Cherry профиль, просто OEM, ну вот он чуточку выше в каждом ряду своих клавиш. Другая особенность кейкапов — ложбинка для пальцев. Она бывает цилиндрической, как у Cherry и OEM профилей, так и сферической, как у многих других кастомных профилей типа SA, DSA, XDA, DSS, CAD, CAM и так далее. Разница в том, что площадь контакта больше у цилиндрических кейкапов, а также они не имеют ограничительных выемок сверху и снизу. Что с одной стороны хорошо, потому что не надо целиться при нажатии на каждую клавишу, и она спокойно и гораздо легче нащупывается вслепую. Но плохо это тем, что порой можно задеть соседние клавиши, тогда как у сферических кейкапов ложбинка для пальцев немного меньше, поэтому тут уже придется научиться попадать в нее для корректного срабатывания клавиши, зато мимо соседних клавиш уж точно не промажешь. Но опять же, это дело практики и привычки. Нанесение легенд и символов. Для этого используются различные технологии, и в самых популярных серийных механических клавиатурах остается покраска полупрозрачных ABS кейкапов и последующая лазерная гравировка, которая снимает лишнюю покраску, обнажая прозрачный пластик кейкапов, через который и проходит свет от подсветки на клавиатуре. Благодаря этой технологии на уже готовых кейкапах можно изобразить практически любой шрифт и любой символ, и, хоть это далеко не самая дешевая технология, она позволяет массово выпускать клавиатуры для любого рынка, делая локализацию уже на месте, как это часто видно с той же русской локализацией для многих серийных клавиатур. Все прочие технологии куда менее распространены и являются уделом энтузиастов, гораздо реже появляясь на масс-маркете. Например, метод двойного литья под давлением также именуется как даблшот, и такие кейкапы имеют нестирающиеся легенды. Но сам метод отливки достаточно сложен, и для каждой клавиши необходимо изготавливать свою форму для отливки, так что этот метод редко встречается в серийных клавиатурах. В последнее время стал еще появляться метод сублимации, где при высокой температуре специальная краска втравливается в пластик, за счет чего по износу устойчивости эти кейкапы ничуть не уступают даблшоту, тогда как сама технология проще, немножко дешевле и куда более гибкая. На пустом кейкапе можно нарисовать практически любой символ или даже целую картинку, так что этот метод потихонечку продвигается в массы. При этом методом двойного литья чаще отливаются АБС кейсеты, а вот сублимация куда чаще появляется именно в ПБТ наборах кейкапов. Ну и последнее, о чем стоит упомянуть, это тип крепления кейкапов к переключателям. Большинство кейкапов делаются строго под определенные крепления переключателей, и поскольку последние годы переключатели MX-типа вытеснили все прочие типы свечей на рынке, то и кейкапы делаются преимущественно под такой тип крепления. Помимо них изредка встречаются кейкапы с креплением под свечи Romer-G, Alps, Topre и другие редко используемые типы свечей, но в масс-маркете вы их точно не встретите. Остались лишь тонкие нюансы, или же на что еще можно обратить внимание. Например, толщина кейкапы. Она может варьироваться от 1 до 1,5 мм, а иногда даже и больше. Однако в серийных клавиатурах чаще всего встречаются кейкапы толщиной около 1,2 мм. Это не много и не мало, просто вот толщина стенок редко дает какой-то буст по надежности, поскольку надежность кейкапов зависит только от его крепления, благодаря которому кейкап насаживается на свитч. От толщины кейкапов немного меняется масса кейкапов, и в случае с более толстыми, и, как следствие, более тяжелыми кейкапами, некоторые легкие свитчи начинают нажиматься еще легче. Например, это особенно хорошо заметно на Cherry MX Silver или Gateron Clear, где очень легкая пружина, либо же где очень короткий ход до срабатывания клавиши. А более тонкие и более легкие кейкапы, например, дают более выраженный бамп на тактильных свитчах. Еще из-за различия в плотности пластика у ABS кейкапов при наборе текста звук получается более ярким, звонким и таким высоким, тогда как у PBT кейкапов звук чуть более тихий, собранный и приглушенный. Но все эти мелочи также зависят и от клавиатуры, и от свитчей, и от профиля самих кейкапов, поэтому такие нюансы можно ловить только в сравнении с чем-то и только на личном опыте. Подводя итоги, я хочу сказать, что кейкапы на серийных клавиатурах чаще всего встречаются в OEM и Cherry профилях. Это скульптурированные кейкапы с очень продуманными параметрами для набора текстов, и, если честно, менять их смысл на что-либо еще я вообще не вижу, поскольку оба этих профиля очень комфортны с точки зрения скоростного и качественного набора текстов. Поэтому даже при выборе кастомных кейсетов для своей клавиатуры я бы лично смотрел именно на эти профили. Все прочие профили куда реже используются в поселенной жизни, уж не говоря о том, что они почти никогда не встречаются в масс-маркетах клавиатурах. Так что альтернативные профили нужны либо для подчеркивания внешнего вида каких-нибудь кастомных клавиатур, либо в каких-нибудь очень необычных билдах. Но чаще всего их берут, чтобы попробовать что-нибудь новенькое. И я из своего опыта лишь скажу, что после всех тестов я все равно вернулся на Cherry профиль, потому что лучше него я пока что для себя не встречал. Среди методов нанесения легенд нынче активно используется лазерная гравировка поверх покраски на ABS кейкапов, и куда реже встречаются кейкапы с нанесением символов при помощи технологии двойного литья или же сублимации. Но и они потихоньку начинают появляться на рынке, благодаря своей надежности и долговечности. Возможно, в ближайшие пару лет именно сублимация и даблшот станут неким стандартным для любых серийных механических клавиатур, но посмотрим, а там и видно будет. А на сегодня у меня все. Надеюсь, вам понравилось видео, поэтому обязательно втащите лайсец, подпишитесь на канал. С вами был Вова, пока! Субтитры сделал DimaTorzok